МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорим мы сегодня о погоде. Тимур Ринатыч, а у вас никогда не было случая, когда бы вам обещали побить за плохой прогноз? Такого не может быть по определению. Ну как, родственники, друзья, они спрашивают, какая погода будет завтра? Вы говорите, будет тепло, а на улице дождь. Нет, но дело в том, что вообще Казанский университет не занимается вопросом прогнозирования. Есть самый авторитетный источник метеопрогнозов, это гидрометцентр Российской Федерации, это региональные гидрометцентры, чьи прогнозы мы оперируем и аргументируем ту или иную точку зрения, то есть даем некую экспертную оценку. Действительно, иногда прогнозы на некоторый отдаленный момент времени могут быть не самыми достоверными, так как есть предел предсказуемости. Смотрите, вот прогноз с пресс-конференцией, в которой участвовали вы. Пресс-конференция проходила в конце апреля, и давали прогноз вы и специалисты, присутствующие на ней, на май. Так вот, температура и осадки в мае в нашем регионе ожидаются в пределах нормы. Среднесуточная температура в этом месяце в Казани обычно составляет 13,5 градуса. Осадки выпадают на уровне 40-45 миллиметров. Вот такой прогноз дали ваши коллеги вместе с вами. Но май явно оказался холоднее среднестатистического. И осадков, как мне кажется, было больше. Действительно, май несколько побил эти рекорды. Дело в том, что эти пределы... Май был богат на осадки. Он дал три месячные нормы осадков. Нет, то, что май был богат на осадки, это и так понятно. Вопрос в том, почему вы дали другой прогноз. А май, между прочим, это же посевная. Но в данном случае прогноз был официальный. Прогноз Гидроэмитцентра Российской Федерации. И эти прогнозы имеют свойство пересматриваться в последний день перед наступающим месяцем. Таким образом, прогноз, который сейчас существует на июнь, на июнь он был уточнен в последний день мая. А прогноз, который на июль, он, конечно, актуальный. Но в то же время он может быть несколько скорректирован в последний день текущего месяца. А вообще скажите, а что с погодой происходит? С погодой в смысле глобальном? В смысле... Ну, в глобальном мы тоже это обсудим. А вот в смысле с погодой вообще? В Казани, в Катарстане? Если мы говорим про продолжительные какие-то периоды времени, измеряемые десятилетиями и так далее, то, конечно, у нас погода и климат теплеет. Правда, происходит это по-разному в разные сезоны года. И если мы говорим про лето, то лето теплеет несколько медленнее, чем другие сезоны. Нет, вот смотрите, по этому лету пока как-то не скажешь, что теплеет. Особенно по маю, который предшествовал лету, совсем не скажешь. Да, но в то же время стоит отметить, что климат, как принято говорить, становится нервным. То есть в связи с таким глобальным изменением климата учащаются такие резкие негативные проявления. Это засухи, это может быть в отдельные месяцы такие экстремальные морозы, например. У нас в этом году февраль был экстремально теплым. Он оказался теплее нормы на 6,5 градусов. То есть мая – это компенсация за февраль, так понимаю? Ну, в том числе. Хотя такого механизма, конечно, нет и нельзя говорить, что это абсолютно четкая закономерность, что если один месяц теплее, то другой обязательно будет холоднее. А вот расскажите мне, как вообще синоптики делают прогноз погоды? Это какая-то компьютерная программа, которая решает, какая будет погода при вводе в нее данных, либо это вот такое гадание, больше гаданий на кофейной гуще? Ну, действительно, в метеорологии наука сложная. И то, что видит обычный потребитель, а именно прогноз, то это, конечно, всего лишь верхушка айсберга. На самом деле все начинается со сбора данных. И на этот прогноз работает огромное количество людей. В общем-то, вся мировая сеть метеостанций работает на сбор этих данных, на оперативную передачу этих данных в Центр сбора информации. Далее она обобщается, строятся карты. Далее работают компьютерные модели, которые дают прогноз того, как будет развиваться процесс, каковы поля сейчас и каковы они будут уже в ближайшее время. Далее работают и региональные синоптики, которые этот прогноз адаптируют для той или иной территории, уже используя местные методы, дополнительные методы, дополнительные источники информации. Нет, вот вы мне расскажите, какие эти дополнительные методы? Это вот вышел на улицу, посмотрел на тучи, или же там есть какая-то научная система? Да, но в метеорологии нет слова тучи, есть слово облака. А действительно, это достаточно сложные модели. Эти модели основаны на сложных гидродинамических соотношениях. Кроме всего прочего, если говорить про прогноз погоды на самые-самые ближайшие моменты времени, то здесь задействованы метеолокаторы, которые видят буквально все-все, то есть облачные массы, все движения в атмосфере и так далее. Поэтому будет неправильно сказать, что метеорологи ошибаются очень часто. У меня была такая история, я как-то был как раз на составлении прогноза погоды в гидрометцентре, но это, правда, было лет 15 назад. И вот там сидели специалисты, такие тетечки, дядечки, у них была карта, и вот они сидели, смотрели на эту карту, и кто-то говорит, так, вот будет 7 градусов. Нет, я считаю, что будет 6. А давайте поставим 5. То есть вот таким методом делается прогноз погоды. Нет, дело в том, что есть огромное количество источников, моделей, которые в один сезон более адекватны для нашей территории, в какой-то сезон менее адекватны. И каждый регион имеет, каждый район имеет местные особенности. Например, даже вот Казань, крупный город, и контраст температуры по Казани тоже может достигать 7 градусов, например. То есть когда в центре города относительно тепло, где-то в низинных частях города, то стекает холодный воздух, там может температура значительно отличаться. Хорошо. А все-таки почему ошиблись с прогнозом на МАНИ? Ну, дело в том, что есть неопределенности в прогнозах. То есть дело в том, что этот прогноз составляется, исходя из, в том числе, глобальных процессов. То есть так, например, кстати, у нас вот мы с вами сейчас переезжаем момент, когда в Тихом океане происходит такое явление, как лания. Это такой выброс холода, это период аномального похолодания. Вот эти все процессы, они тоже учитываются. Нет, в Тихом океане пускай там что угодно выбрасывается. А дальние связи есть. А у нас вот посевная в Бае была, и возникли проблемы. Вот, в то же время не сказать, чтобы это был сильный негатив. Вот, например, нам даже несколько повезло, что у нас осадков было с избытком. С избытком это лучше, чем когда осадков нет совсем. Так, например, за первые две декады мая в Европе не было... Тимур Винатович, почему ошиблись, вы мне скажите? Ну, ошиблись в данном случае не совсем ошиблись. В данном случае сказалось несовершенство вот этого долгосрочного прогнозирования. И в переходный сезон это несовершенство, наверное, больше сказывается. Но в то же время на эти прогнозы стоит опираться, так как у них вероятность, их успешность, их обеспеченность, ну, около 67%. А когда мы сможем делать прогнозы и не ошибаться? Вот смотрите, мы уже спутники в космос запускаем. Астронавты и космонавты там постоянно летают. Биологический материал выращиваем. Уже практически скоро детей начнем искусственно создавать. А с прогнозом погоды все время ошибаемся. Как так? Дело в том, что атмосфера находится в хаотическом состоянии. И предсказать ее поведение на ближайшие трое суток – задача решаемая. И в этом направлении в последние десятилетия произошел прорыв. Действительно. Сейчас с вероятностью на 95% на первые трое суток дается прогноз погоды. Это чудесно. На первые трое суток. А когда на первые пять начнут давать? В зависимости от сезона. На самом деле зимой более предсказуемые процессы. В то же время те же самые осадки. Например, если говорить про первые полторы декады июня, то можно отметить, что в центре города выпало 25 мм осадков, в то время как в районе деревни Универсиады в половину меньше. Слушайте, у меня, как у любого человека, есть масса приложений погоды, установленных на телефон. Я вот их смотрю, и у меня такое ощущение, что там она меняется по ходу ситуации. И вот люди выходят на улицу, смотрят, ой, дождик пошел, давайте-ка мы поменяем. И меняют на дождик. А потом вдруг солнышко выходит, и меняют все. То есть погода может поменяться в день в этих приложениях 2-3 раза. На следующие 3 дня, кстати. Но в этих приложениях, как правило, нет труда людей, нет труда синоптиков. Это компьютерная модель, которая усваивает новые данные, и на основании этих данных предрассчитывает новый прогноз. То есть по факту. Пошел дождь, делают дождь. Вышло солнце, делают солнце. Тепло, все хорошо. Это в динамике происходит, и это правильно. Дело в том, что у нас с накоплением информации может уточняться прогноз. Конечно, бесконечно верить вот этим моделям, которые используются в приложении, нельзя. И все-таки самым точным и авторитетным прогнозом является прогноз управления по гидрометеорологии. Это гидрометцентров. Уже не одно десятилетие говорится о необходимости, ответственности синоптиков за свои предсказания. И депутаты нашей Государственной Думы бесконечно обсуждают эту тему. Буквально не так давно вновь было предложено наказание для синоптиков за неточные прогнозы. В том числе, прямо до уголовного. Как вы считаете, такая норма необходима? Может, она будет стимулировать гидрометцентры синоптиков делать более точные прогнозы? Нет, это невозможно. И, кроме того, конечно, прогнозы зависят от технической оснащенности. То есть, так, например, когда я говорил про прорыв, который произошел в последние десятилетия, это было связано с тем, что мощности рост гидромета, мощности суперкомпьютера рост гидромета кратно увеличились. Это позволило увеличить детальность моделей в том числе. Ну, раз так все хорошо, и компьютеры стоят современные, может быть, действительно тогда и ответственность, чтобы синоптики несли включить это в законодательство? Вот, но в то же время прогнозы на ближайшие сутки, они, в общем-то, как правило, очень точны. Почему часто бывает некий шум в связи с тем, что прогноз не оправдался? Это, как правило, связано после неоправдавшегося прогноза, например, опасных явлений. А эти явления часто носят локальный характер. Ну, то есть, как часто, например, в последнее время в СМИ можно увидеть видео смерчи в Татарстане. Это очень локальное явление. Конечно, условия такого смерчегенеза, если его можно так назвать, их можно оценивать. Их можно сказать, что да, в Татарстане ожидается усиление ветра, что при прохождении фронта или при... Еще раз, то есть мы увидели смерч и решили, что ожидается усиление ветра. Или все наоборот? Нет, в смысле... Сначала прогнозируем усиление ветра, а потом появился смерч. Они видят предпосылки такого вот условий, когда возможно такое увеличение контрастов, когда может быть такое резкое усиление ветра, что может привести к опасным явлениям. И действительно, они передают штормовое предупреждение. МЧС эти штормовые предупреждения доводит до потребителей. Нет, по МЧС отдельная история. У меня каждый день теперь приходят сообщения МЧС о том, что вполне возможно какие-то погодные катаклизмы случатся. Но ничего не случается, и мне кажется, МЧС просто себя таким образом пытается обезопасить. Ну а что, если вдруг что-то случится, мы предупреждение-то разослали? Ну и нет должной детализации. Республика достаточно протяженная. И если такие условия возникают, ну условно, на севере республики, то МЧС может разослать это всем. Хорошо, о смерчах. Вот в моем детстве, например, на этой территории разговора о смерчах не было вообще. То есть, чтобы увидеть смерч, необходимо было ехать куда-то к морю. И то даже не черному, а куда-то подальше. А сейчас смерч – это практически ежегодные явления на территории Татарстана. Что происходит? Дело в том, что то, что мы про них не слышали, не значит, что их не было. Дело в том, что не было, конечно, телефонов. Не было устройств, которыми любой обыватель мог бы зафиксировать эти явления. Сейчас же каждый может это сделать. Дело в том, что сеть метеостанций достаточно редкая. И от глаза наблюдателя эти явления могут ускользнуть. В то же время стоит отметить, что не только потому, что не было телефонов, в то же время повторяемость опасных явлений действительно возрастает. Происходит это практически на всей территории нашей страны. Но главная причина все-таки в отсутствии фиксирующих устройств. Были такие условия, и возникали такие явления. Просто они не были зафиксированы. Такое мнение, что глобальные потепления – это заговор климатологов, чтобы выбить деньги под свои проекты. Это не так. Дело в том, что уже почти 200 лет ведутся наблюдения, надежные наблюдения. Те, которые произведены приборами, а не по каким-то летописям, ощущениям и так далее. И действительно, даже скептики, кто считали, что все-таки это процесс циклический. Это не скептики, это так и есть процесс циклический. Мы же можем сделать такую ретроспективу и посмотреть, какая погода была, допустим, в средние века. Или несколько тысяч лет назад. Дело в том, что таких темпов потепления не было никогда. Так, например, темпы потепления за последние 200 лет для Казани – это температура повысилась на 4,5 градуса. А это очень много. В ближайшие 100 лет по всем сценариям, а есть ряд сценариев, которые характеризуют различное поведение человечества. По всем четырем сценариям у нас будет исключительно повышение температуры на нашей Казани. Хорошо, вот смотрите, за последние... Сколько лет вы сказали? 200. 200 лет. На 4 градуса выросла температура в Казани. А вот по вашим прогнозам в ближайшие 100 лет она на сколько еще увеличится? В зависимости от того, каков будет сценарий. Нет, но это не разговор, Тимур Иванович. Это не разговор. Это опять вы уходите от ответственности за свои прогнозы. А будем ли мы евро-ноль двигатели производить? Это же тоже вопрос. А в зависимости от того, какие будут у нас двигатели, какие будут технологии, зависит имиссия парниковых газов. Вы знаете, у меня такое ощущение, что лучше всех в нашей стране, да и вообще в мире устроились синоптики. Потому что у них есть любой ответ на любой свой неудачный прогноз. Это тоже не совсем так. Дело в том, что и методики совершенствуются, и с каждым годом прогнозы становятся точнее. Вот смотрите, я вас спрашиваю, почему вы ошиблись с прогнозом на мае, вы говорите, ну потому что вот так бывает, да, ветер не сюда подул, да, ну что такого. Обыватель действительно цепляется за один какой-нибудь неудачный, может быть, прогноз. Хотя это был действительно профессиональный прогноз, прогноз, который был дан на всю нашу страну. Циркуляция повела себя вот таким образом. То есть в то же время вот явление 2010 года, это чрезвычайно редкое явление. Вы имеете в виду жаркое лето? Да, это вот ситуация блокинга. Такое бывает там раз в тысячу лет, да, когда... И то, такой статистики нет просто. Это некая такая абстрактная... Ну, прошлое лето тоже было теплым. Да, но все-таки 50 дней не устанавливалась такая аномальная жара, которая, в общем-то... Кстати, очень важно, что у нас главное негативное проявление от изменения климата в учащении таких волн жары. Они приносят с собой в том числе и жертвы. Дело в том, что у нас в Казани смертность в 2010 году была превышена на 70% относительно нормы. Как раз вот в тот период, когда установился вот этот антициклон. Так что это очень важный показатель. Он влияет не только на там сельское хозяйство, но и на самочувствие людей. Смотрите, ну вот в Арабских Эмиратах там, к примеру, плюс 50, это норма, и никто же смертность не повышается. Но для них это стандартная среда обитания. Я думаю, что и мы со временем привыкнем. Но для нас это пока... Так и насколько повысится через 100 лет температура в Казани? Ну, это будет, смотря какой сценарий, но это первые градусы. Ну, условно, у нас темпа потепления 4,047 на десятилетие. Таким образом, если такой темп сохранится, то это может быть до 4 с лишним градусов. То есть за 200 лет на 4,5 и за 100 лет еще на 4,5. Да, потому что темпы стали ускоряться. А что такое вот климатическая норма? Вот вы всегда оперируете понятием, что ниже климатической нормы, выше климатической нормы. Вы эту норму откуда берете, если погода все время меняется, она не стоит на месте? Норма климатическая – это многолетний режим погоды за последние 30-летия. Почему 30 лет? Дело в том, что у метеорологов принято вычислять норму за период, сравнимый со сменой поколений. То есть так, например, и некую такую команду на смену периода осреднения дает Всемирная метеорологическая организация. Так, например, вот мы сейчас уже пережили 20-й год, такой юбилейный. Таким образом, норма в настоящее время рассчитывается с 1991 года по 2020 год. И с каждым новым десятилетием нормы, конечно, изменяются. Они становятся все выше? По температуре – да, именно так. Особенно это ярко происходит для зимних месяцев. А по влажности, по осадкам? По осадкам тоже. Вот у нас для лета происходит такой недобор осадков, то есть уменьшение количества осадков, в то время как зимой происходит увеличение количества осадков. Говоря про интегральные оценки, то у нас идет слабый рост количества осадков в среднем для нашей полосы России. Слабый рост плюс увеличение температуры, повышение влажности, соответственно. Да, вот тут очень любопытный момент. У нас на нашей территории растет засушливость. Казалось бы, как такое может быть? Увеличение осадков, но засушливость растет. Происходит это благодаря тому, что осадки перераспределяются. Дело в том, что если ранее дождь был распределен, не было таких чрезвычайных явлений, когда за день выпадает месячная норма. Не то, что не было, они были реже. А сейчас это вполне обычное явление. Август прошлого года, если вспоминать, то обыватель вспомнит, что осадков не было совсем. Хотя по осадкам август перебрал, он полторы нормы набрал. Но эти осадки выпали в первые два дня. Любые неточные прогнозы вы можете найти оправдание, я так понимаю. Научное обоснование. А научное будет прекрасно. Тимур Инатович, я даже не знаю, стоит ли вас спрашивать о ближайшем прогнозе на июнь. Вдруг не оправдается опять. Но по официальному прогнозу, опять же, этот прогноз пока актуал. Да, но вы найдете, что сказать в случае, если все получится по-другому. Этот прогноз уже уточнен в последний день мая. Июнь прогнозируется близким к климатической норме. Климатическая норма это 18,3 градуса. И пока все идет к тому, что все-таки этот прогноз оправдывается. И июнь будет действительно таким. То есть он будет теплым или он будет прохладным? Он будет стандартным для нашей территории. А мы уже забыли, какой он стандартный. Потому что прошлый июнь был жаркий, а вот позапрошлый не очень. Стандартный это 18,3 градуса. Это в среднем. Луниные температуры какие будут? Это так и есть. У нас в настоящее время, например, температурный фон, который установился в республике, он несколько превышает климатическую норму. То есть так или иначе у нас происходит смена барических образований. Это нормально. Просто мы замерзли в мае. Я хочу спросить, не замерзнем ли мы в июне? Не замерзнем. Не замерзнем. Июнь летний месяц мы точно не замерзнем. А какие прогнозы будут на июль? Также по актуальному прогнозу... Страшно задавать этот вопрос. Также по актуальному прогнозу июль прогнозируется чуть ниже климатической нормы. А норма климатическая для нашей черты это 20,5 градуса. То есть в июле будет прохладнее, чем обычно? Прогнозируется, что да. Но в то же время это не отменяет жарких дней. Ну, понятное дело, что вы, как всегда, ошибетесь, и если невозможно, июль будет жарким и теплым. Это всего лишь фон. Тем более не мы, а все-таки это действительно целый институт. Институт Росгидромет в данном случае. Август прогнозируется близким к климатической норме. И пока на отдаленную перспективу, которая будет, конечно, еще уточняться, что сентябрь прогнозируется даже чуть выше климатической нормы. Таким образом, лето может продлиться. Кстати, зима в этом году была на две недели короче, чем это происходит в норме. Вот таким образом. Ну, это уже не радует, потому что хочется, чтобы лето было длиннее, чем обычно. А лето отвоевывается, в общем-то. В последнее время, в последние годы на приметы можно не обращать внимания, потому что они все равно не сбываются. Дело в том, что, конечно, приметы – это такая народная мудрость. Ну, я так понимаю, что их точность примерно такая же, как у прогнозов гидрометцентра. Но мы для интереса абсолютно в рамках такой студенческой науки пробовали оценить, ну, в качестве шутки, оценить все-таки достоверность или недостоверность этих примет. И оказалось, что все-таки 50 на 50. То есть это неинформативно. Ну, 50-50, как в казино. Ну, примерно так, да. На красное-белое, на красное-черное. Хотя в то же время под этим лежит некая народная статистика, да, которая там, например, если они говорят там про январь, когда он был чрезвычайно холодный, например, там, отрок сибирской антистон, кашинский морозный. Как подождите, значит, приметы 50 на 50, а прогнозы синоптиков сколько на сколько? Смотря на какой период. Если на трое суток, это более 90%. А давайте вот на месяц вперед. На месяц и дальше, ну, то есть, говоря там про до 6 месяцев, да, на вегетационный период, это 67%. То есть не шибко больше, чем вот приметы народных. Но это мировая практика, то есть Росгидромет ни в коем случае не уступает там мировым практикам в этом направлении. Поэтому атмосфера хаотична, и нужно совершенствовать, увеличить количество информации, которое используется в прогнозах, совершенствовать модели, совершенствовать вычислительные мощности, и тогда процесс будет... Добавить вам больше денег, и тогда у вас все начнет получаться. Да, именно так. Замечательно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова